подарочек анечке рождение несусь в общем я вчера прямом эфире инстаграма забыла сказать самую главную вещь и забыла и пропустила еще одну мою верную подружку здесь в нью-йорке дорогая инга я благодарна тебе даже в счет этого дело твой подарок шарфик мои хорошие не обижайся я я моя хорошая совсем всех всех поблагодарила из нью-йорка самое главное про тебя моих потому что ты в моем сердце я сегодня радуюсь а дело твой привет дашка привет а дело ингочка твой шарфик шикарный как дела бегу сейчас на мейкап а затем побегу на happy birthday питер привет так вот моя любимая инга ты в моем сердце я тебя вчера вот дашулька ну вот ты как там где фотографии дашулик жду профессиональные фотографии из центрального парка очень очень жду так вот дорогая моя любимая ингуля я тебя очень люблю шарфик твой сегодня меня радует я помню когда это было в октябре еще первая моя поездка первая моя поездка первая моя поездка в нью-йорк инга мне подарила вот такой вот шарфик этот шарф и кстати вот со мной теперь путешествует но все его мог было не одеть зимой сейчас как раз весенне-летнее настроение и гульочка спасибо тебе большое зайка за шарфик я вчера прости я совсем замоталась и пропустила самого главного одного из самых главных человечков нью-йорка ингуля вот поэтому сегодня у нас солнце видите как светит солнце на мне к чудесный шарф подарок инге инга спешл фу ю сейчас мы перейдем ингуля спешл фу ю погода шикарная по города погода просто супер шепчет но опять поднялся ветер в общем ингуля спасибо тебе за такой красочный шарф сейчас он у меня тут ветер размахал мне весь шарф вот по поводу проекта дом 2 я тоже очень люблю дом 2 моем сердце я пока в нью-йорке вот спасибо кто пишет свои очень красивые хотя сегодня опухшая не накрашенная вы знаете я хотела бы вас с вами еще поболтать ингуль я думаю ты меня слышишь и не обижаешься на меня хотела бы с вами поболтать мои хорошие как как вы знаете вот вы верите вот вообще в полнолуние я вот просто смотрю на некоторых здесь людей и такое ощущение что немножечко некоторые с ума сходят вот особенно мужчины я вот думала все таки нью-йорк такой одинокий город много свободных парней мужчин они все какие-то странные я не понимаю что хотят мужчины какие-то знаете претензии человека знать не знает там знает а день-два уже свои там какие-то требования мне 30 лет хочу пью хочу не пью хочу гуляю хочу не гуляю вы знаете люди очень странные и вот мне попадаются такие странные даже люди даже здесь понимать особенно вот что касается мужского пола девчонки то у меня все замечательные а вот пара мужчины здесь я решила что точно действительно пора бы рассмотреть американца потому что что-то вообще происходит такое либо весна либо весна так на людей влияет хотя должна быть наоборот весна влиять хорошо на мужской пол что-то происходит с мужчинами какие-то требования не пей не ешь ты туда не ходи ты сюда не ходи я как говорю вот когда ты будешь моим мужем и будешь отцом моих будущих детей тогда поговорим а пока ты не муж и не отец не имеешь права как я сказала знаете такую вещь я должна только своим родителям и будущим детям собакам а больше я никому ничего не должна вот привет привет так светофора я не могу самое главное сейчас мои хорошие я сейчас дойду и включу прямой эфир меня будут красить я с вами подключусь могу поболтать это я боюсь пропустить поворот